ладно давайте время не будем терять попробуем набрать попробуем набрать нашего друга здравствуйте я сейчас на прямом эфире я так понял что вы уже дома вот и хотел с вами пообщаться и одно пообщаться вместе с нашими слушателями возможно это возможно сейчас секундочку еще секундочку я закрою где чтобы не мешать сейчас сейчас вот дорогие друзья лекберга сейчас с нами сейчас пообщаемся он там есть возможности включить камеру все видно все вы сейчас в экране все очень хорошо очень хорошо выглядите маша аллах как дела как у вас здоровье вы коротко возможно кто-то из наших слушателей не знаком вас хотя вас очень многие знают но на всякий случай коротко кто вы чем занимаетесь так чтобы у людей было пожалуйста все понятно я московский адвокат почетный адвокат россии 90 года занимаюсь общественной работой но хорошо понятно давайте сейчас к теме вы на днях тоже заразились с этой заразой скажем так хорошо было видно нормально было нормально все хорошо видно вас вот расскажите расскажите когда вы заразились и как вы об этом узнали сами ли догадались или проверились выяснили что вы заразились коронавирусом как это произошло ну так скажем 13 апреля я был у роксана ханом там они просто мне надо было встречаться с одной женщиной у которой сына арестовали я поехал туда просто легко оделся как-то вот думал уже весеная погода и вечером когда домой пришел почувствовал тупую боль вот за спиной думал наверное простудился так и лежал дома 7 дней то арбидол пил до этого потом часть лимоном как и всегда вот часть имбиром с вареньем все думал это пройдет потом смотрю нет что-то температура не проходит вызвал скорую скорая хотя не приехала они по телефону поговорили со мной спросили какие симптомы не рассказал сказали нет у вас ничего страшного нет так что вызывайте участкового врача а участкового врач проверила у меня этот легкий говорит все чисто у вас выпила лекарство и говорит это дома лечитесь но я понял что что-то не так все таки попросил давайте сделаем кт вот и на следующий день я поехал дело кт и обнаружили двухстороннюю пневмонию и прямо оттуда меня забрали на скорую больницу вот значит только спустя я уже в больнице был то есть двадцатого то что у вас то что первый первый анализ это положительный но почему-то второй анализ который взяли два с первого он какой-то был сомнительный потом значит все таки взяли дополнительно через два дня и сказали отрицательный вот я остался так где у меня положительные и отрицательные но симптомы были начали лечить сухой кашью мышцы болели ну как вот рассказывать вот какие симптомы бывают ну все молодценно помощь получил в больнице просто безумно благодарен врачам очень такое внимательное отношение ко всем больным хорошее лечение и вот все вчера меня выписали а сделай контроль на к это еще и сказали что у вас положительная динамика поэтому можно выписать вас ну слава богу сейчас как раз вот на экране у нас показывают реакционах а нам которые вот съемку и съемку вы с ним вели и этот ролик я тоже у себя на канале выстрел кстати я сейчас заметил уже более семидесяти тысяч человек посмотрели этот видеоролик который вы сняли с роксана хану там вы сказали после это после этих событий да тоже участвовали в этих в делах спасибо вам большое сейчас вот вы пожалуйста дайте знаете да очень многие сомневаются есть сомневающие и люди есть которые не согласны вот самоизоляции карантином думают что это все ерунда нет никакой болезни и так далее и там подобное да вот таким людям что бы вы сказали знаете я хочу сказать чтобы во первых не надо паниковать в самом деле этот вирус есть люди болеют я сам был свидетелем когда каждый день скорая перевозила больных людей полные были палаты то есть со мной лежали даже врачи высшей категории не знаю вот люди которые занимаются лечением да они сами заболели всегда мы как-то вот легкомысленно относимся что вот это мимо меня пройдет да это политика ничего такого нет люди поверьте есть это болезнь есть не можем так чтобы государство закрыли свои границы развалилась экономика а мы все думаем что это шуточки это шуточки ничего подобного это очень серьезный серьезный этот вопрос серьезная болезнь берегите себя на улице не выходите без масок не ходите если государство просит изолироваться значит сидите дома знаете пока вот гром не грянет вот вы будете так думать сидите дома не надо общаться ни с кем потерпите чуть-чуть знаете лучше месяц два месяца дома находиться чем десять дней на больничной койке это это просто вы не представляете насколько это психологически это трудно я я знаете вот впервые за своей жизнью мне страшно стало мне страшно стало что просто я не знаю я потерял свои мысли я не знал как поступить тем более когда вот это больница поступит когда увидел там этих больных мне страшно стало тогда я подумал что господи вот нет изолироваться нормально да как все люди я тоже тоже так легкомысленно относился и думал да ничего это мимо меня пройдет ничего такого не будет вот организм у меня здоровый скорее всего нет такого вируса это может быть в ОРВе ничего подобного люди поймите берегите себя берегите своих детей берегите окружающих людей не выходите на улицу ну лучше потерпеть чуть-чуть вместе мы победим уже как бы идет тенденция а вот я в больнице когда лежал палаты были полную да за несколько дней смотри уже потихоньку выписывают и места уже свободные то есть это означает что пошла хорошая тенденция все уже как бы полезно уходит но все зависит от нас если мы будем сидеть дома не будем общаться с другими людьми понятно что никто не заразится поэтому пожалуйста сидите дома сидите дома берегите себя не знаю у вас есть эти информации или нет но я думаю что есть вы об этом знаете среди азербайджанцев которые проживают или находились в России в это время есть погибшие умершие от коронавируса сегодня например у нашего брата я читал Шамила Тагиева он сообщил что в 52 больнице умер один азербайджанец из Явлаха жена и двое детей остались тут и до этого еще кто-то в каком-то городе я забыл об этом есть информация какая-то у вас есть информация есть знаете это просто мы знаем о тех больных и о тех умерших о которых нам становится известно то есть какие-то родственники да вот сообщают а если вот в больнице очень много было азербайджанцев которые заболели и находились в больнице об этом как бы никто не знает то что я заболел сразу почему-то и вся Россия я весь Азербайджан узнал потому что не знаю может я человек публичный поэтому знают а других информации нет на самом деле есть очень много больных вот мне звонили где-то человек я знаю что 7-8 точно болеют коронавирусом одна женщина вот умерла просто не могли даже ее забрать тело и отправить в Азербайджан есть еще хочу вот рассказать людям пусть они не волнуются если их не забирает скорая то есть вот есть болезнь вот эта пневмония есть легкая степень есть средней тяжести и тяжкой стадии вот если у вас легкие повреждены там 25 процентов это получается легкой тяжести если от 25 до 50 то то врачи оценивают как это средней тяжести а высшее уже уже состояние уже тяжелое если врач скоро вас не забирает в больницу значит у вас два КТ то есть два КТ не забирают то есть они есть такое распоряжение министерство здравоохранения таких больных не забирает только если у вас есть сопутствующие заболевания не знаю у вас там бронхи болеют или легкие были раньше это болезнь легких была или сердце болеет или почки тогда или печень вот тогда забирают то есть если средняя тяжесть тогда забирают поэтому люди не беспокойтесь надо паниковать надо лечиться это все пройдет надо беречь себя есть еще такие слухи что якобы не граждан российской федерации вообще не лечит и что то подобное это неправда вот я сегодня рассказывал когда у меня был прямой эфир рядом со мной лежал гражданин таджикистана был гражданин ирана то есть без всяких проблем это ложная информация принимает все потому что это в интересах государства государство хочет чтобы все были здоровыми которые находятся на территории россии не может чтобы они по гражданству лечили кого-то это неправда это сто процентов это ложная информация ну ну слава богу с этим все понятно спасибо аликвермалим что об этом сказали рассказали и слава аллаху что вы лечились уже здоровы и две недели будете сидеть как минимум дома уже да по настоянии врачов врачей кстати этих врачей которые лечили вас и вообще занимаются лечением этих больных благодарим я слышал в вашем вступлении вы тоже поблагодарили даже адресно мы тоже присоединяемся так аликвермалим спасибо вам большое мы я честное слово лично очень рад что с вами все в порядке от души это говорю за вас очень очень многие люди переживали я видел я слышал читал сколько народу вам писали интересовались вашим здоровьем дай бог каждому нашему соотечественнику и вообще всем людям здоровья и благополучия спасибо вам что нет прежде хочу сказать хотите ли что-нибудь сказать добавить я я хочу выразить признательно всем нашим друзьям у меня знаете вот все национальности написали понятно что кроме армян все написали мне у меня очень много друзей хотя ну столько лет я живу в россии и просто вот это вот поддержка людей да вот эта моральная поддержка понятно что 50 на 50 50 процентов это заслуга врачей а 50 процентов моих друзей прямо я такое духовное наслаждение получал что у меня есть столько людей столько друзей есть большое всем спасибо и я еще раз прошу прямо вот умоляю всех оставайтесь дома соблюдайте потому что не дай бог не дай бог знаете вот когда я заболевали что и публично да все знают мне сразу позвонили из государственного комитета по работе с диаспором урадов лично позвонил спросили какая помощь нужна чем мы можем помочь советник посла зербайджанской республики сам лично каждый интересовался все руководители россии друзья очень много друзей я почувствовал что я я не один да вот у меня есть поддержка а не дай бог если кто-то другой да из телеканала орт тоже пришли приходили да да вот тоже они как-то узнали ну я догадываюсь у меня очень много друзей журналистов депутаты госдома они все узнали начали интересоваться даже несколько там четыре депутата государственного дома они предложили свою помощь но однако я не нуждаюсь потому что действительно врачи вот больницы они молодцы они добросовестно знаете вот даже отношения не само лечение отношением врачей вот к пациентам это вот прям одушевляет всем спасибо берегите себя берегите себя еще раз спасибо и друзьям которые вас поддержали и врачам еще раз благодарим всех их спасибо олег перманом спасибо очень приятно было будем на связи спасибо спасибо